Я тебе поручаю, внеси предложение, отмени выгони вот этих крохоборов, которые вокруг этого пасутся, и рубят государственные деньги. Первым под властную руку президента попался министр регионального развития Бахачан Сагентаев. Лидер нации хмурит брови. Он как будто только узнал, что кругом, куда некий взгляд, кольцо коррупционеров. Как эти голые, голодные волки нападают потом все. Все правоохранительные органы, какие есть. Причина, по которой Нурсултан Азарбаев в гневе – невыполнение его личных поручений, освоение огромных бюджетных средств по карманам. В общем, одним словом, вся тщательно выстроенная за последние годы вертикаль власти. Ложкой меда в этой сплошной бочке с дегтем как будто выглядит индустриальная программа. Если верить президенту, то уже США, Япония и Турция бросились в этом вопросе вдогонку за Казахстаном. Индустриализация – теперь головная боль по всей вертикали, включая почему-то сельских Акимов. Аул Акмол примерно в 50 километрах от Астаны. Из всех благ прошлой индустриализации здесь сегодня разбитые дороги до пару давно закрытых предприятий. Аким этого села Жанат Дусикеев охотно рассказывает о своем личном вкладе в процветание Родины. Ну, у нас, в общем, работа идет нормально сейчас. Развитие есть. Вот эти они откармливают и потом уже сдают мясо. И в дальнейшем они тоже таким же образом в обороте держат деньги. И в дальнейшем вот развиваются они. Игинбай Ата живет в ауле Акмол уже 11 лет. Про индустриальный Казахстан Акзакал не слышал. Вместо бурного развития аула он наблюдает упадок. Горячей воды здесь никогда не видели. Да и холодную питьевой не назовешь. Я вот сюда ватой натолкаю, наливаю, фильтрую. И она потихоньку капает через фильтр. Ну, как фильтрую. Питьевая не подлежит. А мы пьем. То есть сама себе система, она себе вреда не причинит. Потому что если система как-то будет перестроена, переделана в какую-то лучшую сторону, то уже той системы, которую мы сегодня наблюдаем во главе с этими людьми, то она уже не будет существовать. Лидер столичных социал-демократов Асхат Рахимжанов сегодня простой зритель, который говорит, что наблюдает очередную постановку имени Нурсултана Назарбаева. Доля ответственности президента в этом вопросе, я думаю, первостепенная. Потому что правительство создает он. И если правительство не выполняет и не справляется с теми задачами, которые перед ним поставят, значит не справляется сам президент. Впрочем, вряд ли так думает президент и его правительство. Об этом можно говорить, если отследить все выступления Нурсултана Назарбаева. Из года в год бессменный руководитель Казахстана устраивает похожий разбор полетов. О результатах можно судить по сегодняшнему расширенному заседанию правительства. Привет, сэр.